3 декабря день инвалида. Особенные люди нуждаются в особенном отношении. В детской поликлинике номер 3 в Хабаровске за развитием детей с ограниченными возможностями с рождения наблюдает один и тот же доктор. Это позволяет лучше понять динамику в реабилитации. С подробностями Ирина Забродина. Веронику Филиппову к врачу на профилактический осмотр несут родители. Ходить девочка не может с рождения. Всего в третьей поликлинике наблюдается 307 особенных детей. Прием у них ведет особенный доктор Вера Немирова. Не просто педиатр, а еще и специалист медико-социальной реабилитации. В семье Филипповых трое детей. У старшей дочери нет проблем со здоровьем. А вот на вторую беременность отрицательный резус крови у мамы повлиял негативно. Двойняшки Вероника и Владимир родились с патологиями. Сделали все, что могли. Мальчик у нас ходит в школу, в интернат для слабовидящих детишек, но в то же время социально адаптирован. С девочкой немножко потяжелее. У нее ДЦП, двойная гемиклигия. Восемь лет родители и врач, которые наблюдают Веронику с рождения, занимаются ее лечением и реабилитацией. Это кропотливый ежедневный труд, но он принес положительные результаты, несмотря на прогноз, что девочка ничему не научится. Благодаря нашим врачам, благодаря тому, что они нас не бросили, скажем так, в свободное плавание, а ведут нас уже 8 лет. Успехи наши самые главные в том, что мы эмоционально сохранены. То есть ребенок нас всех узнает, она все понимает. Ну да, не стоим мы на ножках, не умеем мы ложку держать. Но ничего, стараемся и будем стараться. Вера Немирова практически всех своих пациентов ведет с рождения, всегда на связи с родителями и первая узнает о каждом маленьком успехе особенного ребенка. Это еще и благодаря активной работе самих родителей, что у деток положительная динамика, что Вова у них пошел в школу, что он такой стал разговорчивый, самостоятельный ребенок. И Вероничка у нас тоже появилась положительная динамика. И даже вот есть такая надежда, что все-таки она у нас заговорит. Кабинет палеотивной медицинской помощи, где не просто назначают лечение, а разрабатывают программу реабилитации каждому маленькому пациенту, работает в поликлинике с 97-го года. И за это время удалось добиться хороших результатов. Мы анализируем, конечно, нашу работу. Есть дети, которые были необучаемы, они пошли в школу. Есть дети, которые у нас все социальные проблемы преодолели, и мы их оформили в детские сады. То есть положительные моменты очень видны. В Хабаровском крае более 5000 детей-инвалидов нуждаются в особом лечении и реабилитации. Но в городе до сих пор нет своего реабилитационного центра. Эту ситуацию краевые власти планируют исправить к 2025 году. Под строительство уже определен земельный участок более 7 гектаров в индустриальном районе. Сейчас идет разработка проектной документации объекта. Ирина Забродина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова